добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте вместе с вами рассмотрим вот такой вариант обслуживания не обслуживаемых сто семидесятых батареи вчера привезли такие батарейки корейские фирма стартер также не нашел дату выпуска но эти батареи ко мне приезжали сразу после покупки три года тому назад наверное нет и уже три с половиной года тому назад батарейки стоят на mercedes оттега вот такие показатели чтобы не удлинять ролик замеры делать не буду я эти замеры делал при клиенте вот одна батарейка выдает вот такие показатели здесь позиция и 2 батарейка у 2 батареи показатели гораздо хуже буквально на 10 процентов по суху вот такие вот такой разброс значит что еще хочу сказать по этой батареи электролит мутный так плотность электролита мы видим 130 и электролит очень мутный то есть выработка я это надо заходите отвлекли клиенты но это нормально когда откликают клиенты вот благодаря новому ролику моему по а gm батарейки видите привезли сразу 4 мертвеца мы будем работать будем думать как их вытаскивать так что касаемо этой батареи немножко сбили смысле но попробуем уловить нить плотность 130 вот смотрите немножко перемешал электролиты получилось плотность 129 но как видим электролит мутный 3 с лишним года работы этой батареи не прошли даром при том при всем это как раз вот тот случай когда появляется вот это отбитая активная масса в электролите это частое высаживание батареи это связано с тем что на а тега стоит автономка и естественно особенно на пятаках когда стоишь ждешь разгрузку автономка бывает работают сутками но иногда сутками иногда с гусями и в тот момент когда двигатель запускается наконец-то когда автомобиль заводится вся мощность генератора она устремляется аккумуляторы и большими большие токи при заряде образуют вот такую мутную звезь но от этого как говорится никуда не денешься благо многие автономки заточены под то что чтобы полностью не выкачивать аккумулятор не высаживать ну допустим немецкие вебаста гидроникс они на 12 вольтах уже прекращают свою работу либо в 12 если будет 12 вольт на батарее автономка уже не запустится также и на 24 вольта они работают до определенного момента и потом эту автономку уже не запустишь это сделано для того чтобы оставалась батареях какая-то энергия для запуска двигателя но вопрос не в этом конечно вопрос в том что после высадки на стоянки и после запуска двигателя батареи испытывают очень сильный стресс и на грани шока будем так говорить даже значит что еще теперь план работы с этими батареями не обслуживаемыми вот за пять лет не первый раз привезли вот эту батарейку вернее такие батарейки именно большие 170 которые придется рассверливать лет шесть наверно тому назад я уже такой трюк делал ну привозили батареи привозили их разряженные ну а эти батареи попросили немножко всколыхнуть как бы попробовать их разогнать что мы и будем делать с вами так план работы такой явно завышенная плотность но эта плотность может быть связана даже с выкипанием из-за того что вы выкипел выкипела вода и понизился уровень чтобы измерить уровень электролита в такой батарее нужно сделать некоторые вычисления вот я выкрутил глазок по выкручиваем глазки и на каждой батареях практически на всех имеются вот такие вот полосочки верхняя и нижняя это полосочки для уровня электролита это минимальный уровень это максимальный значит я изготовил вот не изготовил она была изготовлена давно но нанес вот такие риски на трубочку измерительную именно уровня электролита значит верхняя риска дальняя это у нас крышка нижняя черная риска черная вот эта риска это риска верхнего уровня это вычисляется с помощью штангель циркуля и рулетки и теперь мы измеряем уровень электролита который мы имеем вот так вот и видим что до верхнего уровня не хватает одного сантиметрика сейчас так как плотность завышенная я буду высверливать здесь по идее должна быть лабиринтная система но я честно говоря сомневаюсь чисто по толщине здесь просто по моему крышка сделаем контрольное одно засверливание и посмотрим лабиринтная или не не лабиринтная двойная или не двойная крышка но даже если она двойная ничего страшного не будет мы в итоге сможем ее заклеить чтобы она не давала никакого такого негативного эффекта и будем делать в начале хочу сделать небольшой отбор миллилитров по 60 отберу и далее буду доливать водичку до уровня вот этого уровня который я определил методом измерений то есть до верхнего уровня будем доливать водичку и ставить и начинает работу с этой батареи 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 она полностью заряжена видно что нрц отличная здесь 1280 здесь 1277 попробую в итоге уравнять эти батарейки сделать уравнительный заряд но что получится давайте будем будем смотреть дальше расселил первое отверстие и оказалось все таки здесь в оберитная крышка которая состоит из двух частей и взял немного правей 1 блин комом и уперлась и мы уперлись в перемычку поэтому это отверстие мы сейчас заправим и будем сверлить слегка левее заправлять будем термопистолетом вот так вот круговую в начале несколько приемов сначала делаем небольшую заглушку вот так вот дадим остыть вот она заплаивалась нижняя часть и теперь заправляем верхнюю перегрев немножко термоклей нужно чтобы он не был сильно нагретый ну сейчас вот она заправится и ничего страшного не произошло будем сверлить на уровне этой на уровне глазка чтобы не упереться опять перемычку чтобы мы смогли измерить уровень и составить карту плотности по всем банкам так ну что продолжаем работу и очень важно сразу на сверло сделать ограничитель из изоленты для того чтобы не дай бог сверло не проскочила и не пролетела не уперлась в пластины иначе произойдет замыкание и так друзья засверлился сделал замер плотности сделал карту плотности на этой нет на этой батарейки так вот разброс в банках есть шестая банка у нас по уровню она была практически практически с тем уровнем который мы высчитали так где мой прибор который называется трюпка сделал я отбор по 60 миллилитров с каждой банке вовсе по всем банкам и залил по 150 миллилитров дистиллированной воды в этой банке где 132 я сделал отбор 90 миллилитров и долю 180 в этой банке где 129 я сделал отбор 60 миллилитров и 60 миллилитров так а 120 миллилитров долю так в этой батарее все было ровно уровень практически во всех банках был одинаковых и вот у нас что получается миллиметра где-то 3 у нас не хватает до того уровня который мы с вами высчитали здесь у нас вот он упирается в этот уровень в этом аккумуляторе но доливать больше ничего не буду так как эта батарейка у нас немножко отставала она отставала даже по нрц и я думаю что с наполнением заряда уровень электролита здесь еще поднимется также возможно он и здесь поднимется закрывать заклеивать сейчас не буду эти отверстия будем мониторить уровень электролита по в процессе работы и если нам понадобится то сделаем либо отбор либо добавим еще дистиллят так ну а теперь на первый курс лечебной терапии мы эти батарейки отправим зарядный бокс и я их время 20 минут четвертого по всей видимости оставлю на китайцев чтобы провести первый курс нашей лечебной терапии и этот китаец как произойдет первый дозаряд он великолепно у нас уйдет в отстой и потом продолжим работу уже по всей видимости на выпивах или на вымпивах и так давайте закину зарядный боксах закину батарейки в зарядный бокс поставил на вот этих китайцев и давайте валять не то включим давайте включим эти приборы и первый цикл абсорбации произведем на них буквально за две минуты у нас снизился ток на одном аккумуляторе четыре с половиной ампера на другом до пяти батарея у нас полностью абсорбирована она зарядом заполнена до краев то есть первый цикл у нас должен пройти по идее очень быстро сейчас 4 часа я думаю до 6 часов батарея наполнится но оставлю ее на буфере и продолжу работу уже с дозарядом и с перемешиванием электролита нам нужно сделать корректировку и уравнять эти батарейки для их более стабильной работы в паре этим я займусь завтра а пока пока мы отключаем запись друзья мои прогнозы по поводу того что концу рабочего дня я успею вернее китайцы расправятся с этими двумя сортерами не сбылись время 6 часов вот от меня отъезжает последний мой клиент на сегодня и поэтому мы оставим эту батарейку на ночь на этих желтеньких устройствах и пусть до утра потихонечку они работают с этими батарейками после окончания заряда они переходят в чудесный буферный режим он нам тоже не помешает и уже с утра мы начнем работать с этой с этими батарейками дальше а на сегодня достаточно часы опять опять умнее не идут надо покупать батарейку друзья не знаю калькулятора нет собой сколько времени батарейка отстоялась на буферном заряде но вчера я уезжал 6 часов работа с батареями режиме абсорбации еще проводилась этими зарядниками так ну давайте сделаем несколько замеров первый замер это конечно давайте посмотрим что у нас плотностью в принципе можно любовь банки не открывать так и плотность у нас 126 ой нет 126 нету они 25 125 вот здесь 123 отстающий батарейки 123 так теперь давайте замерим на каком напряжении стоит наш буфер напряжение буфера неудобно это делать одной рукой жизнь захочешь не так раскричь 1375 левая 1384 правая как видим либо проблема в батареях либо проблема в зарядниках но буферный заряд на двух устройствах имеет разную разное напряжение разные потенциалы поэтому говорить о том что две батарейки одинаково вылезут нам не стоит так теперь давайте отключим зарядник отключил зарядник зарядники и теперь давайте посмотрим за динамикой по показатели параметров не то по цице а у нас 1050 ампер так ну на которой было 52 посоху уже 60 сопротивление было 396 сейчас сопротивление 368 но это говорит нам о том что хоть показатели сейчас некорректные но нам видно положительную динамику так правая справа и все нормально ну давайте слева батарейки это батарейка которая опережала ну так же видим небольшое но улучшение было 62 165 и сопротивление 361 было сейчас стало 354 так нрц 1360 847 было 831 ну небольшие но улучшение все таки есть теперь пока я буду пить чай батарейки пусть слегка остая отстояться где-то с часов и продолжим дальнейшую работу с ними наши большие стартера подключил 57 вымпел давайте выставим ток выставлять будем по 5 ампер так 5 пойдет пойдет и напряжение 17 вольт 17 17 поехали пошла массовка настройки трогать не будем пусть поработает вымпел до поднятия плотности как подниму плотность и будем делать уравнивающий заряд выравнивать их потенциалы постараемся по крайней мере это сделать пусть работает в пилочек прошло по 13 минут и мы видим что батарейки на 5 амперов долетели до 16 и 6 вольт поэтому мы возьмем за основу напряжение окончания заряда 16 6 перебиваем на выпили настройку выставляем 16 6 вольта вот так вот и пусть вымпел работает до окончания заряда и пусть вымпел работает до окончания заряда оставляем его пусть трудится через два часа 20 минут начал активно падать напряжение и на отстающей батарейки напряжение упало на 0 4 вольта на та батарейка которая была более-менее на 0 3 вольта поэтому заряд нам следует прекратить давайте сделаем замер плотности ой какая мутная жижа так плотность у нас 126 126 в этой батарейке и ну вот эта шестая банка у нас была отстающая и 126 в этой батарейке так сейчас отключаем зарядное устройство отключаем крокодилы и даем батарейке отстояться часика 3 после 3 часового отстоя сделаем еще один цикл до заряда и продолжим работу батарейки отстоялись два часа давайте начнем традиционно с замера плотности и так плотность у нас ну где-то 125 почти 127 в этой батарейке и здесь у нас здесь 126 так сегодня давайте сделаем еще один дозаряд настройки настройки менять не будем подключаем зарядники подключаем зарядники инерция 13 13 13 и 1 и включаем все пошел очередной дозаряд и так и так падение напряжение напряжение у нас опять составила более 3 вольт во время 2 до заряда у нас было напряжение 16 3 максимальная на 5 амперах давайте замерим плотность так плотность мы видим один почти 128 1 275 и здесь также 1 275 сейчас мы отцепляем крокодилы и выключаем зарядные отцепляем крокодилы и накидываем перемычки сейчас я это все покажу поставил перемычки за параллельную батарею 24 12 вольт получилось у нас и 340 ампер вот такая батарейка еще один нюанс о котором я забыл сказать вернее ну все сразу не упомянешь дело в том что эти батареи привозили ко мне три с половиной года тому назад и привезли как бы показать то есть машина подъехала открыли багажник я их замерю батарейки обе не соответствовали этим параметрам которые заявлены на них их надо было на тот момент немножко разогнать дело в том что батарейки опять же покупались в магазине для запчастном магазине для мерседесов вы прекрасно понимаете кто в теме что эти батареи которые продаются в таких спецмагазинах они продаются и через дорогу в аккумуляторных магазинах но владельцы как правило этих машин им нужно подтверждение продавца который им скажет что вот именно эта батарея предназначенная где то там я прочитал есть специальная инструкция что именно вот эти батареи нужно ставить на мерседес ну естественно аккумуляторный магазин хоть и через дорогу но в магазине для мерседесов эти батарейки стоят полтора раза дороже но это никого не смущает самое главное что продавец подтвердил вот клиент подъехали ко мне так ладненько прервусь на секунду клиенты отъехали так вот и три с половиной года вот эта батарея она была сразу не раскрыта три с половиной года она проработала в экстремальных условиях потому что как я уже говорил постоянная автономка зимний период времени значит пробег за три с половиной года более 300 тысяч километриков километриков это частые запуски на пунктах загрузки ну и 300 с лишним тысяч километров это тоже как бы срок поэтому то что они продержались три с половиной года и вот в таком состоянии нужно отдать им должное хотя родные батареи которые шли с отега они отработали десять лет ну в принципе в таких же условиях лишний раз подтверждение того что производители умеют делать хорошие батареи только их продажу не пускают их ставят штатно на автомобили чтобы повысить рейтинг именно автомобилей им как бы производитель автомобилей вынуждает производителей аккумуляторов делать поставлять им такие батарейки которые бы отрабатывали десять лет еще одна машинка подъехала ко мне сейчас прервусь на сегодня это последний клиент отъехал я надеюсь время пора ехать домой значит перемычки поставил для того чтобы немножко отбалансировать эти батареи это надо было легче это делать когда батареи новые вот тогда их можно подогнать и когда батареи работают хором в один голос то есть очень маленький у них разброс по показателям в этом случае батареи служат долго и верно и на радость хозяину хозяину а когда разброс по показателям он будет продолжаться батареи будут чаще подводить в морозы быстрее высаживаться активно терять емкость и на 4 года этих батареек как бы должно хватать при условии беспросадочной езды без глубокой просадки но я не сторонник вот таких батарей с громкими названиями с брендовыми можно было в принципе здесь место ему позволяло взять наши барсики талды курганские которые бы сейчас выкатывали неплохие показатели и были бы гораздо свежей еще раз говорю не нашел дату осмотрел все хотя дата должна быть по идее вот где-то здесь год месяц скорее всего это дата выпуска но никаких пометок отметок ничего нет и конечно на грузовые на грузовую технику желательно брать батарейки с пробочками чтобы они обслуживались и так эту батарейку мы оставляем до утра пусть она отстоится и утром уже сделаем уравновешивающий заряд именно двух батарей и уже будем делать снимать показатели показания с этих батарей ну да как как этот заговорил как следователь будем снимать с тебя показания батарейка и делать окончательные выводы ну а на сегодня переодеваюсь переобуваюсь и шурую до дома отстоялись наши стартера 17 часов давайте замерим плотность плотность 1,28 1,28 так я думаю этого будет достаточно но мы сейчас проведем один уравнивающий заряд так вот этот вам пилочек уравнивающий заряд так нрц как видим 12,9 это говорит о том что у нас чуть-чуть расслоение еще осталось так уравнивающий заряд напряжение без ограничения и ток выставим минимальный давайте амперы 4 вот так вот 4 ампера на 2 аккумуляторные батареи и посмотрим что придет раньше либо падение напряжения либо нам вымпел подскажет что заряд окончен постараемся уравнять выровнять потенциалы хотя это позднее метаться как говорится после пожара и хрен насос батарея три с половиной года эксплуатировалась вне совсем правильном режиме но попытаемся попробуем и как закончим этот цикл продолжим работу с этими батарейками прошло 3 часа 40 минут и наши стартерочки закончили принимать заряд ЭДС выровнялась на минимальный ток 4 ампера и напряжение допрыгало до 15 6 вольт что мы теперь делаем мы уменьшаем напряжение уменьшаем до 13 вот так 13,8 и оставляем батарейки до конца рабочего дня это еще часика 3 с копейками затем ладно что будет затем будет чуть чуть попозже то есть мы переводим батарею в уверенный буферный заряд и в таком режиме батарейкой отстоится еще думаю 3 может чуть больше часов батарею оставим отстаиваться также на перемычках так вот она на перемычке стоит на перемычках до утра и завтра уже будем делать замеры и принимать окончательное решение по этим батареям ну что сортировщики у нас простояли в таком полу буферном режиме еще где-то порядка трех часов сейчас все отключаем рабочий день закончен и продолжим работу завтра отстоялись наши стартера 17 часов давайте сделаем тестирование снимаем перемычки так сегодня надо будет сделать еще вот эту клинку отремонтировать начнем с правой батарейки так блин надо было сначала сделать замер плотности ну ладно так 1050 ампер так видим 62 проценте к посоху 62 процента посоху было 52 827 ампер пусковой было у нас 758 нс 1286 и сопротивление 362 было 396 так давайте вторую батареечку замерим и оперный театр вот так вот так здесь мы видим 70 процентов и 880 ампер пусковой ток сопротивление 341 было 361 так ну как видим сблизить их если у нас разбег был в 10 процентов сейчас у нас разбег 8 процентов и в принципе небольшой прорыв небольшой подъем мы также видим от нашей работы так давайте сделаем еще замер плотности сейчас сгоняю слетаю за ориометром пока поставлю на паузу так давайте замерим плотность есть кстати пробочки откручиваются так и видим путность 1.28 1.28 в этой моторейке и 1.28 в этой так ну теперь теперь я отремонтирую эту клемку наверно удалять я не буду как отремонтирую покажу как я это сделал и заправлю заклею отверстие которые мы сделали и будем резюмировать наш ролик делать выводы окончательные друзья последний штрих пробки запаяны заклеены клемма отремонтирована клиент уже здесь а че ты стесняешься кони пьяных всем добра удачи берегите свои батарейки всем пока 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 пока